МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А также постараемся ответить на вопрос, который, я уверен, интересует многих. Стоит ли покупать новостройку прямо сейчас или, возможно, лучше подождать? Но сначала несколько слов о выставке. Выставка-ярмарка «Недвижимость от лидеров» проводится в Москве с 1997 года. Проходит два раза в год, весной и осенью. В этом году выставку посетили около 30 тысяч покупателей недвижимости. Им свое предложение на ярмарке продемонстрировали более 200 компаний-девелоперов, агентств недвижимости и банков. К общей сложности к продаже предлагалось более 5000 квартир в новостройках и на вторичном рынке жилья в Москве и области. В рамках выставки эксперты провели более 120 семинаров и консультаций. Долгое время выставка «Недвижимость от лидеров» проходила в ЦДХ на Крымском валу. Однако с этого года ярмарка проходит в гостином дворе. Здесь 13 тысяч квадратных метров выставочного пространства. Предлагаю пройтись по выставке и посмотреть, что здесь интересного. Это жилые небоскребы в Москве. Традиционно на выставке очень крутые макеты. Можно посмотреть каждый дом, заглянуть чуть ли не в каждое окно. Детализация просто изумительная. Снова жилые небоскребы. Вообще высотное жилое строительство – это тренд, последний тренд в Москве. Специально под выставку многие девелоперы стараются рассчитать выход на рынок новых проектов. Одну из таких премьер мы нашли на стенде у группы ЛСР. Это наш новый проект бизнес-класса «Ленинградка-58». Это однозначно бизнес-класс. Он отвечает всем требованиям, предъявляемым к этому классу, безопасность, расположение. Он сейчас на котловане? Да, сейчас он остается на стадии котлована. Сколько ждать, когда планируете закончить? Ввод объекта в эксплуатацию планируется на 2020 год. Обязательный атрибут бизнес-класса – это парковка. Она где, подземная? Да, конечно. Здесь предусмотрен двухуровневый подземный паркинг, к которому все наши жители смогут комфортно запарковаться. Также к продажу выйдут кладовые помещения. Однако большинство предложений на выставке все же относятся к доступному жилью, в основном комфорт-класса. В Москве ежегодно возводится 3,5-4 миллиона квадратных метров жилья. Часть этого жилья строится коммерческими застройщиками, а часть – компаниями, которые принадлежат городу Москве. Вот это городское жилье чем-то отличается от обычного коммерческого жилья? Оно не отличается ничем абсолютно, кроме того, что это качественное предложение и абсолютно конкурентоспособное. Мы строим для городских нужд, для переселения, очередников, для реновации, а также строим для коммерческой реализации. Как городской застройщик мы обеспечиваем детскими садами, школами, поликлиниками, новые микрорайоны. Наше предложение реализуется через аукцион. Оценка делается независимыми компаниями-оценщиками, и для торга, перед тем, как выставить на аукцион эту недвижимость, она выставляется с дисконтом 15%. Кстати, средняя цена на новостройки в Москве внутри МКАД составляет 206 тысяч рублей за квадратный метр. Это и комфорт-класс, и бизнес-класс, и премиум-класс, и элитка. Про комфорт-класс только что поговорили, а сейчас поговорим про бизнес-класс на стенде другого застройщика. Традиционно наибольший интерес у посетителей выставки вызывают проекты бизнес-класса. Конкретно по проектам ГАЛС-девелопмент особый интерес вызывает и жилой комплекс наследия, и элитка-парк, и, конечно же, достояние. Все эти проекты находятся в высокой стадии готовности. Мы уже сможем продавать эти проекты. Сейчас можем похвастаться большим спросом на эти проекты. Это все бизнес-класс. А у вас же есть элитка еще? Да, безусловно. У нас есть и театральный дом, осталось несколько квартир в проекте Вайнхаус. Оба проекта очень качественные, очень яркие. Театральный дом, кстати говоря, проект, который интересует в том числе иностранных инвесторов. Кстати, на выставке есть не только вот такие макеты, но и виртуальные, где можно на квадратные метры и жилье оценить. Через компьютер, через очки виртуальной реальности. Это называется 3D-туры. Очень модная штука сейчас. Вот мы на кухне. Ну так, тесновато. Кстати, ярмарка – это не только выставочное пространство, но и деловая программа. У РБК здесь пленарная сессия. Рынок недвижимости 2019 – работа в новых условиях. Обсуждали повестку дня в отрасли. На федеральном уровне – это выполнение национального проекта «Жилье и городская среда». Что ждет строителей в будущем? Об этом мы поговорили с заместителем министра строительства ЖКХ России Натальей Антипиной. В первую очередь мы находимся в реализации национального проекта «Жилье и городская среда». И этим проектом определена, по сути, основная целевая задача – это улучшение жилищных условий для семей не менее 5 миллионов семей ежегодно в 2024 году. Поэтому национальный проект, он определяет весь те показатели, которые должны обеспечить достижение этой цели. Прежде всего, это обеспечение доступным жильем семей со средним достатком. Это прежде всего через снижение ставки по ипотечным кредитам менее 8%. Это увеличение объемов жилищного строительства до не менее 120 миллионов квадратных метров. Это кардинальное улучшение комфортной городской среды. Это вовлечение граждан в процесс принятия решений по улучшению городской среды. А также устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. Среди задач – это переход к новым механизмам финансирования жилищного строительства, модернизация строительной отрасли, это внедрение новых современных передовых технологий в строительную отрасль, это снижение административной нагрузки на застройщиков, вовлечение эффективно используемых федеральных земель в массовое жилищное строительство, это новая комфортная среда для городов наших и переселение граждан из аварийного жилья. Все эти квадратные метры – ничто без ипотеки. Средний ежемесячный платеж по кредитам в Москве сегодня составляет 38 300 рублей. Это безусловный драйвер всего рынка. Сегодня всех интересует вопрос, что будет со ставками на ипотеку? Ставки в течение месяца будут подниматься, но не на большую позицию, 0,25%, 0,4%, и мы увидим это от всех игроков рынка, я думаю. А как это повлияет на спрос на новостройки? Ну, я думаю, что в четвертом квартале на спрос никак не повлияет, это всегда здесь ажиотаж. Клиенты приходят и делают сделки перед Новым годом, такая наша российская ментальность. А в первом квартале, я думаю, немножко спрос может измениться. Но продолжим репортаж с выставки. Ну и, конечно, как на любой выставке, здесь тонны рекламных брошюр. Скидку даете? Скидки до 3%. Кроме квартир на ярмарке много говорили о трендах. В Москве таким трендом в последнее время стал трейд-ин. Эту программу, например, активно развивают в группе «Эталон». Трейд-ин – это базовая услуга, которая предполагает выкуп, либо продажу того жилья, либо объекта недвижимости, который есть у клиента, при одновременной покупке, ну, как правило, нового жилья у застройщика, если мы говорим о рынке недвижимости. Эта услуга очень хорошо известна по авторынку, когда человек сдаёт свою машину и получает, соответственно, примерно в те же сроки, новый автомобиль с некой доплатой. Кстати, эта услуга востребована, если клиент покупает уже готовую квартиру. Такие квартиры у нас есть, как в Москве, так и в Подмосковье. То есть в микрорайоне Изумрудные холмы – это Красногорск, и Золотая звезда – это проспект Гудёнова, Москва. У нас как раз остались готовые квартиры, которые можно сразу же въехать. Закончим программу, отвечая на вопрос – покупать квартиру сейчас или подождать? Вот что нам рассказали эксперты. Когда выгодно покупать квартиру с вашей точки зрения? Мой прогноз и моя рекомендация для всех клиентов и желающих купить недвижимость во всех регионах – не ждать. Недвижимость необходимо покупать сейчас по выгодным ценам, по выгодным ставкам ипотеки. А цены, уверены, что они не станут ниже? С учётом внесённых поправок в федеральное законодательство, я уверен, что цены на недвижимость будут только расти. Я считаю, что вот этот лозунг «покупать сейчас» – он наиболее актуален. И сегодня рынок предлагает наибольший объём проектов. Я думаю, что такого предложения в ближайшее время уже не будет, как сейчас. Поэтому это означает, что большое количество проектов, собственно говоря, делает их не только лучше, но и, естественно, влияет на цену. Итак, какой вывод можно сделать по итогам программы, которую мы снимали, напомню, на одной из крупнейших выставок новостроек в Москве? С недвижимостью действует такое правило – её покупку нельзя откладывать, не надо ждать лучших условий. Покупать надо сейчас, а ещё лучше – вчера. Ну а на этом всё. Читайте РБК «Недвижимость», смотрите нашу программу. Я Игнат Бушухин. Удачи в квадрате!